Всем привет! Сегодня я сейчас решила приготовить обед. Надо приготовить, достать кастрюльку для начала, чтобы что-то приготовить. Кастрюльку. Мне очень захотелось середческой крошки, и я решила с вами поделиться рецептом. В последнее время меня очень-очень берут такие вещи. И сейчас мы сделаем, и я вам расскажу свои впечатления. Всегда я делаю из тех продуктов, которые есть в холодильнике. На данный момент у меня есть кабачок. Его я сейчас помою, порежу и покладу в кастрюльку. Есть цветная капуста, есть остатки авокадо, один огурчик нарежу, и есть еще грибочки, шампиньончики. Сейчас я их помою, порежу, так как они сейчас все в таком неказистом виде, и покажу их более детально. И еще один ингредиент, который нужен для этого дела, сыворотка. Сыворотка у меня просроченная. Но, короче, вот эта сыворотка просроченная почти на месяц, и на вкус она абсолютно нормальная. Я ее уже пару раз пила. Вот, это я делала окрошку. Я накупила, я долго не могла найти сыворотку, а потом, когда ее увидела, я накупила очень много. И поэтому пока что еще никак ее не использую. Я ее надпивала, поэтому ничего со мной не происходило. Вкус такой же, я так понимаю. Ну, сывороткой кислея она стать не может, а все зависит, да, для молока. Я когда-то читала эксперта по молоку, специалист, который на молочном заводе работает, и он рассказывал, что от чего зависит, пропадает молоко или становится кефиром, да, то есть скисает. Это зависит от того, какие попадут в него бактерии, потому что на производстве оно все пастеризуется, оно чисто. А когда вы открываете, там, или отпили вот так вот, как я сейчас сделала, или там в холодильнике какие есть, то есть что там попало в него, от того, каких бактерий больше попадет, молочнокислых или гнилостных, и будет зависеть, то ли станет молоко черным вот таким вот ужасным, ну, не черным, а вонючее такое, знаете, слизкое бывает у некоторых, либо скиснет. То есть одно молоко может и так, и так скиснуть, и этот зависит исключительно от того, какие бактерии попадут непосредственно у вас. У разных людей разное молоко может вести себя по-разному, если долго держать. Вот. Поэтому, исходя из такой логики, я подумала, что сыворотка скиснуть она сильнее не может, и ничего с ней не будет. Горчить она не начала, значит, можно употреблять дальше, потому что, в принципе, у моей бабушки кисляк, скисшее молоко стояло там, чуть ли, я не знаю, сколько оно стояло, и как-то нормально ели, а это, соответственно, сыворотка, да, со скисшим молоком. Ну, то есть не было никаких сроков хранения, никто не придерживался, и никто не считал, когда это молоко сдоено. То есть эта сыворотка в тёмном месте стояла абсолютно много дней, а может быть даже месяцев, я не знаю. Вот. Поэтому я не парюсь, и я уже её надпивала. Она кисленькая, значит, всё нормально с ней. И желудок у меня нормально это переносит, поэтому я не переживаю. Итак, я порезала кабачок, да, и высыпаю. Сейчас буду высыпать его в кастрюльку. А, нет, сначала я предварительно взвешу, я хочу знать, сколько ингредиентов, и посчитать, сколько у меня в блюде выйдет калорий. Итак, кабачков у нас получилось ориентировочно 150 грамм. Огурцы 80 грамм. Сейчас я режу шампиньончиком. Я их обожаю, как и кабачки есть с сырами. Это просто бесподобный вкус, как на мой взгляд. Попробуйте их добавить в какой-то салат, и ваш салат заиграет абсолютно новым вкусом, если вы раньше этого не делали. Сырые шампиньоны, это абсолютно безопасно. Ну, если, конечно, вы их не собирали вдоль дороги, где куча всяких химикатов. А если нормальные шампиньоны, то мы спокойно покупаем, спокойно едим. И при том, достаточно часто. Поэтому рекомендую. И я очень-очень их люблю, и я когда режу. Я раньше их не ела, это муж мой открыл для меня такой... Потому что я уже рассказываю, как я отравилась сыроежками. Вообще долгое время не ела, потом начала есть только шампиньоны. И вот совсем пару лет назад я дошла до того уровня в своем развитии или неразвитии. Я не знаю, как это связать. Но, в общем-то, узнала о том, что можно есть сырые шампиньоны, и это безопасно. Мне очень это нравится. Сейчас я их взвешу. Я взяла 4 штучки. Я решила, что учитывая, сколько у меня кабачков и огурцов, то 4 штучки, в принципе, будет достаточно. К сожалению, ножик свой любимый я не нашла. Куда-то он исчез. У меня есть подозрение, что муж его куда-то припрятал, потому что я вечно его прячу. Которые меня кумарят. Он купил новые ножи, которые мне совсем не нравятся. Он хотел выкинуть все мои. Но я их отстаивала, отстаивала. Теперь исчезли, и он говорит, что он его трогал. Ну, короче, уже месяца 2 я не могу найти свой нож. Поэтому я не готова. Вот кабачков, ой, шампиньонов как-то у меня получилось гораздо больше. Сейчас я вам покажу, чем всего остального. Но на мой вкус от этого хуже моя крошечка не станет. Вот столько у нас получилось шампиньончиков. Сейчас мы их взвесим. 134 грамма. Ну вот, почти и все. Осталось порезать капусточку. И остатки авокадо, которые у меня завалились. Авокадо очень спелый, поэтому выглядит неказисто. Но он безумно вкусный. Итак, вот столько у нас получилось всех овощей вместе с кастрюлей и сывороткой. Я потом отниму все, что там насчитала, и останется у нас сумма сыворотки. Да, в кастрюльке полкастрюли. Это на литр сыворотки шло. И остальное я долью водичкой. В идеале, конечно, я не подготовилась заранее холодной водичкой залить из холодильника. Но придется заливать комнатной температуры и будет немножко не такой вкус. Ну вот, чтобы была полная кастрюля, получилось я добавила литр 200 воды. Да, литр 190. Запишем его в список. Так как сыворотка кисленькая, то сюда еще отлично подойдет соль и чесночок. Ну и можно зелень, если кто-то какую-то любит. Также можно менять на другие овощи как-то. По вкусу добавлять самое разное. Но для начала можно попробовать такую комбинацию. И добавлю 3 зубчика чесночка. Сейчас их почищу, порежу. И попробую, хватит или нет. Я добавила 10 грамм чеснока. И сейчас попробую на вкус. Только что-то я свою ложку потеряла. Ой, она, похоже, там утонула. И вот собрать другую. Сейчас, да, вот она. Нашлась. Утопила ложку. Ого, я ее. Сейчас попробую. В меру солененькое. Ну, 10 грамм чеснока почти не ощущается. Можно еще добавить. А ты не знаешь в меру солененького? Я подумаю. Вот. Чеснок почти не ощущается. А я думаю, можно больше не добавлять, потому что скоро уже вечер. И потом ночью будет очень сильно хотеться пить. Поэтому, думаю, хватит. 10 грамм чеснока на всю вот эту вот 3 зубчика. Я балдею. Мне очень нравится. Сейчас насыплю. Покажу вам. А у нас зелень есть? Пронеси, пожалуйста. Ты что, хотел прыгать? Тебя не видно. Владик бегает, как зайчик. Да. Я вам все расскажу. Если не покажу, то расскажу. Подлял чуть. Укроп давай. Не, укроп я не хочу. Сейчас чуть-чуть еще петрушечки кину, чтобы было более красиво. И петрушка очень-очень полезная. Укроп, конечно, тоже полезный. Но я одно время изучала там составы по витаминам, минералам. И в моем рационе не хватает тех веществ, которые есть в петрушке. А укроп как-то я без него совершенно обхожусь. И те вещества, которые в нем есть, я из других продуктов получаю. Достаточно энергично. Так, сейчас мы петрушечку подрежем. И докинем, чтобы было красивенько. Более зелененькое, более свеженькое. Более бодрящий вкус. Да, петрушка сюда очень отлично подходит. И сюда бы подошел зеленый лук, но у нас его нет. Да, зеленого лука у нас нет. Но он бы сюда тоже очень клево подошел. Петрушку я, правда, не усмесила. Ну да ладно. Будем считать, что 10 грамм. Лимон. Класс. Не, ну, кисленькое. Зачем лимон? Лимон, это же сыворотка. Это что было? Это что было? Владислав. Ну, ничего не подходил куда? Не подходил? Нет. Домовой? У меня тут что-то пролетело. А, Камила бежала. А, Камила бежала, понятно. Все, теперь сейчас насыплю. А ты можешь мне подержать, как я насыпаю, чтобы было видно? Подержишь мне камеру? , пока. У тебя просто купить пролетело. Я выб 세상 спонсор. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok